Приветствую друзья, подписчики, враги, хейтеры и те, кто еще не определился, на связи Олег. Сегодня я вам расскажу про замечательный плагин для симуляции флюидов внутри 3ds Max, FumeFix. Давайте сразу создадим контейнер, создадим нашу первую симуляцию и рассмотрим основные настройки, возможности и способы применения этого всего дела. Чтобы создать огонь, вам нужно зайти в вкладочку Create, Geometry и выбираете здесь раздел FumeFix. Есть у нас тут только одна кнопка FumeFix и вы ей задаете контейнер для вашей симуляции. Это то место, где у вас будет происходить ваш эффект. Горение, дым, огонь, выстрел, трейлы и так далее. Сразу скажу, если вам нужно больше места под эффект, в настройках FumeFix есть возможности и вы можете этот контейнер расширять автоматически в зависимости от вашей симуляции. Давайте сразу рассмотрим, что тут есть, какие настройки возможностей и создадим наш первый маленький эффект. Дальше переходим в закладку Modify, открываем, тут есть у нас две важные кнопочки. Первая Open FumeFix User Interface и вторая это Pro FumeFix. Открываем первую и собственно получаем настройки вашего огня горения. Чтобы получить огонь, вы если на таймлайне проплеете, вы ничего не увидите, потому что огонь ваш еще не просимулился. Ваш эффект, если говорить точнее, еще не просимулился. А чтобы он просимулился, вам нужно добавить источник, из чего он будет гореть. То есть любая симуляция в FumeFix состоит из двух составляющих. Первый это контейнер, это где происходит эффект. И второй это что у вас будет создавать эффект. Чтобы создать самый примитивный, самый простой эффект, вы заходите в самую последнюю кладочку Objectsrc. Нажимаете на Create from List и создаете, например, Simple Source. Она у вас создается, почему-то не в центре координат, а где-то сбоку. Можете ее переместить в центр. Точно так же, как и в контейнер. Я люблю всегда все в центре размещать, для получения более адекватных результатов. И у вас, если вы проплеете таймлайн, у вас опять-таки ничего еще не будет, потому что вам нужно просимулить ваш эффект. Но перед симуляцией давайте сразу включим GPU Viewport Display. Эта кнопочка позволяет нам показывать эффект сразу во Viewport. Такая возможность была добавлена в пятом FemiFix, который, кстати, вышел в 2018 году. И до сих пор еще не обновился. В той простой причине, что FemiFix и так, на мой взгляд, лидер по качеству, которое вы можете получить внутри Max. Есть два, на самом деле, плагина, которым можно симулить огни, дыма и флюиды внутри Max. Это FemiFix и Fenix. Его конкурент основной. Fenix это довольно молодой продукт. И на самом деле его выход чуть-чуть трусанул производители FemiFix. Они добавили много новых фишек в пятый FemiFix, который мы с вами сейчас используем. Это, в первую очередь, GPU Viewport, когда вы можете в окне Max сразу увидеть ваш эффект в довольно хорошем качестве. Давайте я пока нажму симуляцию. И посмотрим на результат, который, собственно, вы получаете. Вот такой вот горит небольшой огонь. И дальше расскажу немножко про фичи, которые появились в пятом, в пятой функе. Я FemiFix использую довольно давно, где-то с 2011 года. Изначально они разработали этот плагин довольно мощным. И это был прям переворот, потому что очень качественный огонь был, очень качественный дым. Конкурентов не было и все были довольны, все были рады. То есть с 2012 года, по сути, движок кардинально не поменялся. С 2010-2011. В пятой версии, по сравнению с предыдущими версиями, были добавлены вот этот GPU Viewport. Немножко они прокачали Retiming, когда вы можете замедлять более качественно ваши флюиды, вашу симуляцию. Добавили в каналы здесь ограничения по качеству, что позволило уменьшить размеры кеша. Ну, в принципе, это основные такие изменения. Были там и небольшие, более мелкие изменения, такие маркетинговые ходы, так сказать. Вот. Ну и помимо Fenix и Fume, флюиды в компьютерной графике еще симуляция в программе Houdini. Это я сейчас говорю про фотореалистичные эффекты, фотореалистичные флюиды, которые используются в кино, сериалах, рекламе, синематике и так далее. Потому что есть еще реалтаймовые эффекты, которые используются в игровых движках, в Unreal Engine, в Unity. То есть там свои инструменты для этого есть, но и качество там, соответственно, намного хуже, намного примитивнее. Есть еще плагин, который, не плагин, это отдельная программа, скорее, Embergen называется. Она позволяет в реалтайме тоже получать довольно качественные огни, дыма и все эффекты, которые с этим связаны. Вот такие вот, так сказать, группы софта есть под симуляцию флюидов. Так, получили мы с вами такой вот эффект. Он довольно примитивный, простой. В превью здесь можете сразу поставить цифру 5, чтобы качество было максимальное превьюшки. Но обратите внимание на ряд ограничений. Во-первых, наш огонь уперся вверх и там срезался. Во-вторых, наш огонь довольно примитивный и на самом деле не похож. То есть, если вы его отрендерите, то вы получите что-то типа такого. И это совсем не то, что вы можете увидеть сейчас в кинотеатрах, в телевизоре и так далее. То есть, симуляция состоит на самом деле из таких вот небольших вокселей. То есть, ваш контейнер, он разбит на вот эти квадратики, воксели. И в зависимости от его размера, это самый главный параметр, который отвечает за качество вашей симуляции. В зависимости от его размера, вы получаете либо высокое качество, либо качество не очень высокое. Размер вокселя, он устанавливается вот либо вот в этом месте. Сейчас он 2.77. Размер вокселя вы можете здесь уменьшать. Например, поставив 1, и здесь подписывается, сколько оперативной памяти вам нужно для симуляции и сколько оперативной памяти вам нужно для рендеринга. На самом деле, FEMIFIX во время своих просчетов, он задействует два важных ресурса компьютера. Первый ресурс компьютера это процессор. Симуляция и рендеринг, они считаются процессором. И второй ресурс компьютера это оперативная память. В зависимости от размера вашего вокселя, вы можете использовать либо мало оперативной памяти, либо много. Например, поставив 1, 10 размера вокселя, вы будете использовать 67 гигабайт оперативной памяти. Для симуляции и для рендеринга 30 гигабайт оперативной памяти. Это не значит, что эта память будет суммироваться. Процесс создания эффекта, он состоит из двух элементов. Это первый симуляция, то есть когда вы вот так вот отсимулили эффект. И второй это рендеринг, когда вы этот эффект рендерите в секвенцию, отдаете композером, либо там, не дай бог, в avi формат, либо еще какие-то секвенции. Вот, это называется рендеринг, когда у вас уже кеш отсимулился, вы его начинаете рендеринг. Только что вы видели вот такой вот простой эффект. Давайте поставим воксель где-то 0.5 и отсчитаем нашу симуляцию заново. Я вам расскажу про настройки заодно вот этих вот кнопочек и настройки фьюмификса в целом. Перед тем, как начинать симулить какой-либо эффект, первое, что вам нужно сделать, это настроить 3ds Max под ваш проект. И самое первое вообще, с чего нужно настраивать, это, конечно же, единицы измерения. Заходите в Customize, Customize Units Setup и здесь выбираете Generic Units обязательно. И в System Units Setup я обычно выставляю в сантиметры, потому что я работаю в основном... Ну, единицы измерения, они выставляются на самом деле в зависимости от масштаба вашей сцены. То есть, если вы работаете над какой-то очень масштабной сценой, как, например, мы делали клип и там были просто километры города, там девушка стоит на обрыве. Город, там просто большие пространства, большие расстояния, то можно выставить там метры, к примеру, либо даже километр. Под симуляцией обязательно Generic Units. Выставляете, нажимаете ОК. Единицы измерения настроены. Дальше вы настраиваете размер вашего таймлайна, длительность вашего таймлайна и размер кадра. В рекламе, в кино, ну, в кино, например, размер кадра часто бывает 2048 на 1152, если это не обрезано через каше. Там под рекламу из сериала может быть 1920 на 1080. То есть, в зависимости от того, какой ваш исходный материал, съемочный материал, под который вы работаете, вы выставляете Resolution. Вот этот. И третий параметр, это, естественно, длительность вашего эффекта. То есть, она тоже зависит от съемочного материала. И частенько, если ваш эффект, он идет на весь шот, и шот сделан без запаса. То есть, обычно под симуляции, под трекинг и под эффекты делают там по 5 кадров, ну, кто-то по 5, кто-то по 10 в начале шота и в конце шота, чтобы ваш эффект, так сказать, можно было немножко разогнать, запустить и так далее. И поэтому, если эти захлесты не сделаны, то вы можете самостоятельно их сделать. Например, если ваш шот длительностью 50 кадров, то вы можете сделать 50 плюс 10 в начале и плюс 10 в конце, это 70 кадров. Либо оставить просто 100 кадров. Ну, естественно, на бэкграунд подгружаете ваш задник. Камера обычно, если она движется, если она анимирована, то делается трекинг, и камера передается в Max из софта, который делал трекинг. Это может быть либо Nuke, либо PF Track, либо Equalizer, либо Synthes. Вы передаете камеру, и с нее уже объект размещаете вот камеру. Ну, и третий параметр это FPS. В Max по умолчанию почему-то уже, не знаю, почему они его не поменяют, стоит 30. В кино это 24 FPS, в рекламе может быть 25. Ну, в целом, FPS он влияет только на playback. Когда вы будете ваш эффект проигрывать, превьюшку создавать, то вот этот FPS, он будет подхватываться и в создании превьюшки тоже. Поэтому желательно сразу его выставить в нормальном, адекватном виде. Так, выставляете, к примеру, размеры, длительность вашего таймлайна, FPS, и нажимаете ОК. В принципе, Max уже ваш настроен, и можете полноценно работать, создавать эффекты. Что здесь по настройкам вьюпорта? У вас есть несколько видов симуляции. Во-первых, Default Simulation, это стандартная симуляция, которая включена по умолчанию, и есть еще разные типы. Initial State Simulation и WaveLight Simulation и Post-Processing. Про них мы поговорим позже. Скажу только, что Initial State Simulation это когда вы можете задавать какое-то начальное значение симуляции, и потом с него продолжать, с него отталкиваться, делать вашу симуляцию. WaveLight Simulation это когда вы по готовому кешу создаете более детализированную сеточку по поверхности вашего дыма. Или огня, или любого другого эффекта. То есть, просто чтобы добавить детализации, не уменьшая вот этот размер вокселя сильно, не загоняя его в предельно маленькие значения. Вот. И Post-Processing это замедление, ускорение и так далее. Соответственно, в зависимости от этого, бывают разные типы кеша. Стандартный кеш, WaveLight кеш и Post-Processing кеш. Про это мы тоже поговорим. Дальше кнопочки управления симуляцией. Здесь вы симуляцию запускаете, ставите на паузу, отменяете симуляцию и продолжаете симуляцию, если она у вас была остановлена. И есть BackBurner Mode, который тоже позволяет, который позволяет отправлять на ферму через Deadline, к примеру. Но я это не использую, я в основном рендерю на одном компьютере. Дальше вот эта кнопка означает Draft Mode, то есть, она делает ваш кеш более примитивным, более простым, чтобы вы на слабых видеокартах могли его легко проплеить. То есть, видите, кеш намного хуже стал, чем был. То есть, ну это не значит, что он будет таким рендериться, это просто для превьюшки, чтобы вас не тупил, не тормозил компьютер. Read-only Mode, который предотвращает перезапись кеша. Дальше вы открываете ваш Select Cache. Открывается папка, в которой размещены файлики вашего кеша. Вот, я сейчас про это подробнее поговорю. Ну и последняя кнопочка Delete Cache. Что такое файлики кеша? Дело в том, что под каждый кадр вашего таймлайна создается один отдельный файл вашего кеша. То есть, вся ваша симуляция кешируется и записывается в какую-то папочку на диске, которую вы, собственно, здесь вот указываете. Вот, если ее открыть, вы можете увидеть, что под нулевой кадр у вас создался один файлик, под первой кадр создался второй файлик. Все они небольшие в данном случае, весят порядка нескольких килобайт, даже не один мегабайт. Ну, давайте сделаем более адекватную симуляцию. Я уже размер вокселя поставил 0,5, что заюзает нам полгигабайт оперативной памяти. Давайте мы его запустим и посмотрим результат. Обратите внимание, что у нас сразу уменьшился воксель. То есть, был большой, стал маленький. Вот, и размер вашего огня поменялся и поменялась динамика горения. Динамика горения, она зависит от очень многих факторов, про которых мы будем говорить еще не один час. Соответственно, есть разные типы динамики, есть горение спички, есть горение там вулкана и настраиваются они по-разному. Но, тем не менее, размер вокселя, вот мы просто поменяли размер вокселя и получили такой вот эффект. Многие думают, что в своих туторах, уроках говорят, что там размер вокселя для превьюшных симуляций нужно ставить большой, чтобы оно считалось быстро. Для финальных симуляций ставить маленький. Это не совсем правильно, потому что размер вокселя, он тоже сильно влияет на вид вашей динамики, вид вашего эффекта. Поэтому, желательно работать где-то, если там финальная симуляция у вас будет, к примеру, там 0.2 или 0.25 размер вокселя, что будет потреблять 4 гигабайта оперативной памяти, ну или 0.2, к примеру, то превьюшки желательно стрелять, делать где-то на 0.3 вокселя, то есть приближенным размером, соизмеримым, так сказать, размером финальной симуляции. Тогда превьюшка будет не сильно отличаться от финального результата. И, соответственно, будет выжирать не очень много оперативной памяти. В целом, резонный вопрос, который вы должны задать, это какой приемлемый размер вокселя вы должны использовать. Потому что размер вокселя, как видите, сильно влияет на оперативную память. Если у вас, например, на компе 64 гигабайта оперативки, а у вас здесь будет задействовано, например, не 64, а 70, в целом симуляция пройдет, она будет использовать файл подкачки на диске, но она будет уже сильно тормозить, когда будет использоваться файл подкачки. Поэтому желательно всю вашу симуляцию умещать в этот размер, который Fumifix вам тут прописывает и туда посмотрит. Собственно, вопрос, к которому я возвращаюсь, это какой размер вокселя приемлемый в финальной симуляции. Вы должны отталкиваться от качества, которое вы получите. То есть есть такое понятие, как продакшн качество. Вот такой вот вид динамики, это еще не продакшн качество, если вы его отрендерите. Вот вы видите такой вот результат, это еще не продакшн качество, это довольно примитивная симуляция. Ну, вопрос рендеринга мы еще упустим, потому что мы не рассмотрели источники света, не включили тень, не настроили шейдер. Это все довольно примитивно пока еще смотрится. Что же такое продакшн качество? Если посмотреть, например, некоторые мои работы, которые я делал именно в реальных проектах, к примеру, вот эти вот метеориты, которые я там для одного клипа музыкального делал, то есть вот это уже продакшн качество, когда ваш эффект похож на, более-менее похож на реальный, так сказать, эффект. Эффекты бывают трех типов, так сказать, это ближние планы, когда у вас что-то горит прямо перед камерой, средние планы и дальние планы. Эти метеориты использовались для средних и для дальних планов, вот поэтому вот такая вот детализация, такое вот качество теней, такое вот качество огня, дыма, такой вот размер вокселя был вполне приемлем. Можно было его сделать еще более качественным, но остановились на таком вот результате, потому что более качественная симуляция, она жрет и ресурсы компьютера, и рендер, и simulation time. То есть симуляция одного кадра может занимать, например, там одну минуту, а может занимать и 30 минут. Поэтому всегда такой вот компромисс между размером вокселя и временем вы должны выбирать самостоятельно для себя. Есть еще второй тип, другие шоты, которые я делал. Вот посмотрите на вот этот вот эффект. С одной стороны это не production качество, то есть обратите внимание, какие-то точки большие. Color Space там, по-моему, с RGB нужно было. Вот, то же самое можно сказать, например, про вот этот вот эффект. Тут довольно большой воксель. И на первый взгляд это, ну вот такая вот, довольно простая симуляция, которая может вам и не понравиться. Но если хорошие композеры, или если еще лучше, когда вы Generalist и сами композите свои эффекты, которые в результате на выходе вам дадут с этой симуляцией, которую я показывал, могут дать довольно качественный, хороший эффект. То есть посмотрите, вот это финальный шот. Вот, и ничего здесь плохого нет. То есть сюда добавляется Motion Blur, цветокоррекция, glow, аберрации небольшие. Искры я еще подсимулил. И в результате вы получили такой вот эффект. То же самое про вот этот вот шот, который я вам только что показывал. То есть видите, вот этот эффект уже собран. И в Motion Blur, то есть вы получаете такой вот дым, такой вот огонь. Ну, вот этот размер вокселя, который вы будете симулить, накручивать и ждать, ожидать, пока оно все просчитается. Это достигается, это компромиссное значение, оно достигается с опытом. Соответственно, не нужно там накручивать максимально высокое качество, чтобы ждать днями, сутками, когда ваша симуляция завершится. Потому что в реальных проектах время, такой параметр, от которого зависит ваш профессионализм, так сказать, и управлять временем, особенно в симуляциях, в эффектах, в шотах, где нужно что-то симулить. Это хороший очень навык. Когда вы чувствуете, когда вы знаете, сколько вам нужно времени на эффект, когда вы в сметах, когда вы составляете сметы, говорите вашему продюсеру и режиссеру цифры. Вот, вы должны быть в этих цифрах уверены. Вот, и соответственно, вы должны понимать, что вам не всегда нужно сверх качество. То есть, вот это вот сырые рендера. Здесь качество нужно было нормальное. Поэтому я его, соответственно, накручивал выше среднего качества. Тут качество симуляции и размер вокселя, можно сказать, ниже среднего. Но, в целом, после композа оно все выглядело более вполне нормально, вполне адекватно. Насчет компьютера. Какой нужен компьютер сейчас в 2021 году для симуляции? У вас должно хотя бы быть 24 потока. Это, я сейчас говорю про комфортную работу для такого среднего уровня. То есть, 24 потока это такой минимум. Оперативки хотя бы 64 гигабайта. Это тоже такой уровень даже ниже среднего. То есть, в идеале уже лучше там под 100 гигабайт, чтобы у вас было оперативки. Потому что все больше нужно качества в 4К. Резолюшн в 4К выдавать. Особенно под Штаты, под Европу, под Канаду. Да, можно сделать апскейл самостоятельно. Но иногда и приходится в 4К, под 4К симулить. Поэтому под 100 гигабайт оперативной памяти у вас должно быть для симуляции. Касаемо видеокарты, оптимальная на мой взгляд сейчас это 1080 Ti, которая содержит 11 гигабайт GPU памяти. Но оперативка, точнее видеокарта, она не участвует в симуляции Fumifix вообще никак. Если брать, например, Houdini, там есть GPU ускорение. В Fumia пока никаких GPU ускорений нет. В видеокарте вы просто крутите ваш эффект. И на слабых видеокартах, так сказать, бывают такие эффекты, что их практически нельзя прокрутить. То есть FPS там у вас будет в районе 0.1, 0.2, 0.3. То есть очень сложно работать. Поэтому видеокарта, ну это естественно, когда у вас включен GPU viewport дисплей. Если вы его отключаете, то у вас, соответственно, скорость вырастает намного. Ну, видеокарту рекомендую 1080 Ti, это такая сейчас универсальная карта для средних компьютеров под все виды. Ну, это оптимальная карта дженералиста, скажем так. То есть ее можно и крутить во viewport, те большие тяжелые сцены. И использовать ее во всяких GPU ускорениях, в том же Typeflow для симуляции ткани в CUDA. Или, например, когда вы в Nuke работаете, там тоже есть довольно много GPU ускорений на нодах в том же DeFocus. Практически во всех новых нюковских нодах тяжелых, они делают GPU ускорения. Вот. И этой картой вы можете что-либо, что-то уже отрендерить. В Redshift, там, F-Storm, Vactane. То есть это такая самая оптимальная видеокарта, она недорого стоит. Бэушная стоит в районе 500 долларов. Это я сейчас говорю про наш отечественный рынок, в данном случае про Украину. Ну, в России приблизительно такие же цены. В США, естественно, это все доступнее, железо там доступно. Про единицы измерения поговорили, про самые основные настройки поговорили. Давайте пройдемся по настройкам General. Здесь у вас идут самые базовые настройки вашего FIMA. Первый параметр это Spacing. Дальше идут размеры контейнера. И дальше идет важный параметр Boundless. Как видите, ваш огонь вверху упирается в верхнюю планку. Если вы поставите, если вы зайдете в Boundless и поставите, к примеру, Z-Booth, ну, в нижнюю планку он тоже упирается на самом деле. Потому что наш Source, он находится в нулевой точке и внизу, видите, оно упирается. Размеры вашего контейнера, если вы поставите Z-Booth, смогут подстраиваться под размеры вашего эффекта. Обратите внимание, что здесь есть еще такая голубенькая коробочка, так сказать. Это, собственно, размеры конкретно вашего эффекта. Она задается вот этой галкой Adaptive. В FIMA есть те воксели, которые задействованы под эффект. И есть общие воксели, которые вы задаете габаритами вашего контейнера. И, соответственно, вот эта галочка Adaptive, она позволяет экономить ваши ресурсы и оперативную память распределять, ну, и воксели самого эффекта распределять внутри этой синей коробочки. То есть эффект у вас тут находится, огонь горит, внутри только синий. То есть эта галочка Adaptive, которая по умолчанию стоит, она должна быть у вас включена, соответственно. Ставите Z-Booth, как я уже говорил. Тут есть Sensitivity, то есть чувствительность вот этого вот эффекта. И есть его Threshold, то есть чувствительность, при котором будет расширяться ваш контейнер. По умолчанию тоже его можно не трогать. Пусть все поля будут включены и Threshold, соответственно, такой вот, как здесь. Давайте сейчас пересимулим и посмотрим, как эта штука будет отрабатывать с включенным Z-Booth. То есть, видите, уже вниз пошла синяя коробочка, синий контейнер. И, соответственно, когда у вас дело дойдет до верха, у вас он тоже будет, начнет расширяться вверх. Итак, симуляция уже подходит к своему логическому завершению. Или уже подошла? Нет, еще не подошла. Обратите внимание на загрузку процессора. Все ядра приблизительно загружены плюс-минус одинаково на 100%. Есть такие вот просадочки небольшие. Во время, когда ваш кеш записывается на диск и запускается новый фрейм, новый кадр, у вас будут небольшие такие просадки. И оперативка используется, как уже тут было заявлено, 8 гигабайт плюс программка записи, плюс винда и так далее. Там порядка 13 гигабайт оперативной памяти используется. В целом, компьютер загружен, так сказать. Ну, ядра загружены, в принципе, это то, что нам нужно. Не используются однопоточные решения. Есть, на самом деле, в Fimifix некоторые однопоточные инструменты, о которых я расскажу позже. И нужно это учитывать в ваших симуляциях, нужно просто-напросто отключать. При стандартных настройках вот такие вот получаете вы результаты. Загрузка процессора есть 100%, оперативка тоже загружена. Итак, можно уже тормознуть нашу симуляцию. Обратите внимание, что контейнер уже вышел за пределы желтенького контейнера. И, в принципе, это то, что нам нужно. После того, как ваш эффект проплеился, вот эти файлы кеша, которые вы видели, они подгружаются автоматически. Соответственно, ваш эффект уже плейется до того места, где у вас оно просчиталось, просимулилось. То есть, обратите внимание, 41 кадр. У вас новый эффект. А если вы пройдете дальше по таймлайн, у вас подгрузится старый эффект, который вы просимулили перед этим. Опускаемся ниже. Ниже у нас идет output. Кадры, которые вы, собственно, выводите. По умолчанию у вас берется это все дело с таймлайна, с нулевого по сотый кадр. И в viewport update каждый кадр обновляется в viewport. Если вы хотите, чтобы у вас не в каждом кадре обновлялась ваша картинка, чтобы не грузить видеокарту. Ставите там каждый третий или каждый пятый кадр. Каналы, которые вы экспортите. Fimifix выбирает самостоятельно каналы. В зависимости от того, какой у вас тип симуляции. Он может задействовать разные каналы для своего расчета. Не нужно ни в коем случае закидывать сюда все каналы. Потому что ваш размер кеша, соответственно, увеличится до очень большого значения. То есть может размер кеша быть 1 гигабайт, 1,5-2 гигабайта и так далее. То есть если посмотреть сейчас, то у вас размер кеша довольно адекватный. То есть в пределах 15 мегабайт, в зависимости от того, сколько в окселе используем. Но бывает такое, что до гигабайта уходит и кеш. Кстати, рекомендую вам сразу прописывать на SSD диски, если они у вас есть. Либо на M.2 диски, которые еще быстрее SSD. Кеш, соответственно, прописывается в этом месте. Нажимаете на вот эту папочку и здесь указываете, куда вы хотите, чтобы кешировал в Femifix ваши файлы кеша. Это не файлы рендера. Не стоит путать с файликами рендера. Про рендер мы поговорим позже. Это просто кеш, куда программа записывает свои файлы данных. Есть у вас папочка под Wavelet. Та же самая папка используется. И в VT добавляются буквочки. И есть папочка под постпроцессе. Дальше идет кнопка Playback. Это какие кадры из тех, которые Max просимулил, будут проигрывать. К примеру, на разгон эффекта вам нужно 10 фреймов. И первых 10 кадров вам, в принципе, можно не видеть и они вам не существенны. Вы можете поставить Play с 10 по 100. Но обратите только внимание, что в Femifix не привязан, вот этот Playback, он не привязан к таймлайну. И поэтому здесь, собственно, и придумана еще одна кнопка под названием Start Frame. Она стоит сейчас 0. Поэтому, если вы меняете Playback и хотите, чтобы ваша аниматица плейлась с 10 кадра, соответственно, здесь указываете тоже 10 кадр. Если вы, например, хотите, чтобы плейлись кадры с 50, ну у нас еще она там не просимулилась, с 25, к примеру, то здесь, соответственно, видите, я только поставил 25 кадр. И в третьем кадре сдвинулась, вообще исчез эффект. Поэтому здесь нужно тоже ставить Start Frame 25. Когда вы уже перейдете в 25 кадр, вы уже увидите, что ваш эффект, ваш огонь уже вырос и, соответственно, вы его наблюдаете в таймлайне. Дальше обратите внимание, что до эффекта у вас пустое место, ну до начала плейбэка. И после начала плейбэка тоже будет пустое. Это вот задается как раз в Out of Range. Здесь вы указываете, что вы хотите видеть, когда вы не дошли до вашего эффекта. Например, можно поставить стартовый кадр. И когда вы уже прошли ваш эффект, поставить End. Они будут в таком вот зависшем состоянии. Эффект завис и там, собственно, остался. Еще мы с вами не рассмотрели вот эти менюшки. Давайте мы их быстренько рассмотрим. Первое менюшка это File, которое позволяет загрузить пресеты, сохранить пресеты и задать Initial State File, про который мы поговорим позже. Дальше идет Preferences. В целом, важная вкладка, ну и без которой можно обходиться. Это, собственно, она имеет несколько таких важных настроек. Это Clear RAM After Simulation, которая позволяет очищать оперативную память. То есть это не значит, что ваш кеш удалится, просто будет оперативка чиститься. Default Output Path, вот эта важная штука, ее нужно указывать на ваш, желательно его брать со стенного диска, чтобы кеш не грузили системный диск и указывать на какой-то файл, на какой-то диск с большой скоростью. Например, у меня это диск S, SSD M2 и вот пятый поток тренинга 3ds Max VFX, под который я записываю этот блок, можно его использовать. И дальше все вот эти вот пути под дефолтную симуляцию, Availed, Post Processing, они будут задействованы с этого вот места. Ну, будут вот эту папку добавляться, то есть не на диск C, вот эти папки будут создаваться, а на диск S. Вот, ну, в принципе, из настроек здесь все. По умолчанию стоит использовать все процессоры, все ядра и все потоки. Здесь ничего менять не надо, Mail Notification тоже менять. Ну, хотите, можете добавить, чтобы письмецо вам на почту уходило из... GPU Viewport, включается он либо здесь, либо здесь, Display Options, качество, тоже выставляете либо здесь, либо здесь. То есть тут есть галочки, по умолчанию они все стоят, Hide Grid стоит, то есть прятать вот эти вот гриды, тени, Occlusions, Auto Switch Viewport и закладочка Help. В закладочке Help вы можете переключиться на социальные сети вашего любимого плагина, то есть зайти, например, на YouTube канал, на Vimeo канал, на Facebook, прости господи, с которого вы должны уже были давно удалиться. И на страницу, на сайт Fumifix. Рассмотрим еще несколько дополнительных настроек Fumifix, чтобы уже полностью разобраться со всеми элементарными базовыми вещами, чтобы вы смогли делать полноценный сетап сцены, рендеринг и в дальнейшем композ. Итак, есть у нас вертолет, под ним заложена такая вот бомба в виде двух торусов, которые я объединил. Сделаем взрыв, сделаем так, чтобы этот огонь взаимодействовал с геометрией и настроим рендер. Идем в закладку Fumifix, берем его контейнер, рисуем ему габариты. Как вы уже догадываетесь, можно в качестве Source использовать не только Simple Source, но и Object Source, то есть использовать объекты в качестве эмиттера огня. В данном случае за это отвечает Object Source. Мы его сразу создаем и сюда добавляем в список наши сферки. Вот они добавились. Если я сейчас включу симуляцию, огонь просто пойдет вверх, как вы уже видели в предыдущих примерах. И чтобы он начал взаимодействовать с геометрией вертолета, вам просто-напросто нужно эту геометрию добавить в этот же список. Берете Pick Object, жмете на вертолет, жмете на винты, только еще раз активируете Pick Object, жмете на винты и колеса у нас тоже отдельные элементы. Вот, с колесами тоже должно быть взаимодействие. Жмете тоже на Pick Object. Обратите внимание на то, что когда вы работаете на уровне сферок, боксов и тестовых всяких штук, у вас будет все летать, все будет круто, быстро и так далее. Как только у вас начнется реальный проект с более-менее серьезной геометрией, в данном случае 84000 полигонов это оптимизированная геометрия. То есть вы видите, что здесь нужно еще TurboSmooth накинуть на финальный Mesh, чтобы получить адекватную картинку. Поэтому всегда запасайтесь оперативной памятью, то есть здесь плюс-минус 60 гигабайт оперативной памяти уйдет вас на такой вот средненький резолюшн вашего взрыва, если вы будете делать нормальный продакшн вариант. Так, поставим сразу адекватный воксель, где-то я поставлю 0.5, наверное. И сделаем взрыв, то есть немножко покопаемся в закладочке Simulation, чтобы придать этому огню вид взрыва. За это по сути отвечает несколько параметров, один из них это параметр Expansion, про настройки, все настройки Femifix я поговорю в нашем полном курсе, который будет доступен внизу в описании под этим видео. Сейчас просто скажу, что Expansion отвечает за расширение ваших частиц, которые будут создаваться. То есть если вы ставите там что-то в районе 50, то ваш огонь будет расширяться очень быстро и будет похож на взрыв. То есть взрыв настраивается чуть-чуть посложнее, но я сделаю такой примитивный взрыв. В General закладочке я поставлю Z+, граница контейнера, чтобы огонь расширялся вверх по оси Z. По Y поставлю в обе стороны и по X поставлю X+, то есть чтобы только сюда расширялся. Камеру сделаем с этого вида. Ну я ее собственно уже создал камеру, вот она. Просто на нее переключусь. Вот и немножко еще покувыряемся в настройках Object Source. Что мы здесь можем еще донастроить? Можно с температурой, ну по умолчанию 300 температура, пусть она остается. Можно проанимировать разве что Fuel. По умолчанию там 100 идет. Так, ну топливо можно проанимировать соточки где-то на 5 кадров. Можно поставить там 200. А нет, 100 максимум, 200 не поставишь. И даже стерки оно уходит, до 6 кадра оно уходит в 0. Количество топлива. То есть такой будет всплеск топлива, который будет возгорать и давать нам взрыв. Так, можно сначала протестить на большом вокселе динамику. Потом поставим 0.5, посмотрим. Включаем GPU Preview. Где-то качество 3 поставим. Вот начинается наш взрыв. Видите, колеса все взаимодействуют, геометрия взаимодействует. И взрыв, в принципе, распространяется. Но чтобы он был с более-менее адекватным вокселем, мы его понизим до 0.5 все-таки. Потому что такое качество мне не очень нравится. Ну как не очень нравится. Мне и 0.5 не сильно понравится, но будет более похоже на что-то реальное. Хочу обратить ваше внимание, что здесь в настройках геометрии, которую вы подгружаете, есть разные типы Shell, Solid и Free Flow. К примеру, если бы вы ставили вот эту бомбу внутрь вертолета, в серединку вертолета, в середину вот этого корпуса, вам бы на баде пришлось бы поставить тип Shell, то есть оболочка. В противном случае, ваш Fumifix контейнер бы просто эту геометрию не увидел. То есть на это тоже обращайте внимание. Итак, понизили мы вокселем до 0.5, ставим на просчет и ждем. Получился у нас в результате такой вот сетапчик. И давайте мы сейчас его настроим по свету и отрендерим. Дымок вот так красивенько обходит наш вертолет. И обратите внимание, я еще скинул экспансион с 50 до 35, потому что на 50 очень сильно расширялся наш дымок. Итак, рендерить лучше всего, если у вас простые сцены, эффекты лучше всего рендерить отдельно. И потом на посте, в композерском софте, нюке, авторе, фьюжене, кто в чем работает, прости господи, в фотошопе, это все дело сводить. Если же у вас есть какая-то геометрия, которая по переднему плану, ставите ей альфа-мейт, нулевую альфу на геометрию, чтобы геометрия вырезала те места, где у вас будет, ну где нужно. И тогда ваш дым, огонь, взрыв, выстрел будет ложиться на геометрию так, как нужно. Итак, рендерить можно как и простым сканлайном, так и абсолютно любым другим визуализатором. Так, единственная неудобная вещь, кстати, когда у вас вот этот грид отключен, по умолчанию он всегда отключен, вам приходится ваш фьюмификс искать вот в этом месте. И, ну, чтобы его, например, изолировать или поменять какие-то настройки, вам приходится его искать здесь, потому что выделить во вьюпорт и мышкой его нельзя, к сожалению. Итак, давайте мы сейчас засетапим свет, сначала для сканлайна, переключимся на сканлайн, так как это более простой визуализатор, и эффекты можно, в принципе, им рендерить фьюмовски. Отключим карту, отключим exposure control, то есть по умолчанию у вас будут именно вот такие настройки макса. Дальше вы добавляете источник света, стандартный, естественно, можете онми, можете какой-то направленный источник света. Ну, онми самые простые, и я люблю освещать эффекты именно онмиками. Камера наша тут, ну, и где-то в этом месте можно поставить источник света. Настройки источника света довольно простые, вы должны включить в тенях raytraced shadows, и должны включить галочку atmosphere shadows. Она по умолчанию отключена, вы должны ее включить, чтобы у вас отрабатывались атмосферные эффекты. Вот, яркость можно, ну, полноча не будет единица, можете тоже поставить десятку, как я это сделал, и там чуть-чуть какой-то свет добавить на дым. Дальше вы должны этот источник света добавить, собственно, в контейнер. Вы в закладочке illumination плюсик нажимаете и добавляете ваш источник света. Можете включить multiple scattering, эта галочка позволяет огню подсвечивать, освещать ваш дым вблизи огня. Прикольный красивый эффект, и, в принципе, я ее всегда включаю. И обратите внимание на эти две волшебные галочки, они позволяют вам, если у вас есть несколько контейнеров в сцене, там, два, три, четыре, пять, и эти контейнеры близко друг к другу, и огонь одного контейнера пересекает дым другого контейнера, то эти галочки позволяют взаимодействовать, то есть подсвечивать огнем одного контейнера дым другого. И эти галочки однопотоковые, то есть если у вас будет там много контейнеров, и перед рендерингом, когда вы будете ставить это все дело на рендер, то эти галочки желательно снимать. У меня был один проект, где я все оставил по умолчанию, и смотрю, перед рендером, перед каждым кадром, чуть ли не по 10 минут зависал рендер. Что-то он просчитывал одним потоком, то есть загрузка процессора там вообще была минимальная. Я начал копать, дошел до этих галочек, их подключал, и увидел, что это, собственно, они и тормозили весь процесс. То есть эти галочки однопотоковые. Если у вас будет много контейнеров, вы их просто-напросто отключаете. Вам не обязательно подсвечивать одним контейнером огнем одного контейнера другие. Дальше, собственно, настройка самого огня и дыма. Она делается в закладочке рендер. То есть тут много параметров, я вам сейчас просто очень быстро, очень коротко все рассказываю, чтобы вы могли делать свои простые эффекты с этими минимальными знаниями. Что здесь нужно поставить обязательно? Это Cast Shadows, Receive Shadows и поменять цвет вашего дыма на какой-то адекватный. То есть, ну, если вам белый дым нужен, вы можете оставить белый. Я обычно делаю дым немножко темненьким. Вот таким. Это первая сторона градиента. Это внутренний свет. То есть, это часть дыма, которая ближе к огню. Видите, вот она подкрасилась такой темной. Вот эта сторона градиента, это внешняя оболочка дыма. То есть, внешняя часть дыма. И вот таким вот образом можете тоже ее поставить потемнее. И обратите внимание, во вьюпорте уже ваш дымок красивенько подкрашивается, подсвечивается. Благодаря вот этим вот галочкам, которые появились в пятом фильме, вы это все дело можете красиво видеть во вьюпорте. Если у вас более-менее меняемая видеокарта, хотя бы 1080Ti, как у меня, то она будет давать результат. Ну и цвет Ambient Color, это, собственно, цвет окружения. Можете делать вот таким. Так, дальше мы идем в нашу камеру. Источники света желательно ставить там под углом где-то 45-60 градусов в камере, чтобы они попадали на ваш дымок и красивенько его освещали. Вот. Десятка, видимо, все-таки много. Ставим пятерку. Вот. И включаем рендер, посмотрим результат. То есть, видите, у вас сначала идет просчет Illumination Map. Вот. Дальше будет просчет Multiple Scattering. И дальше будет просчет, собственно, самого рендера. То есть, это вне зависимости от ваших визуализаторов. Там может быть Scanline, V-Ray, Arnold, Redshift и другие рендера. Получаем такой вот самый результат. Воксель здесь небольшой, точнее большой, то есть, не маленький. Поэтому, ну, дымок такой простенький получился. Вот. После нашего взрыва. Можно с помощью WaveLight Turbulence сюда добавить немножко таких завихрений. Но про это мы поговорим позже с вами. Так, вот у нас огонь горит еще. Давайте где-то встанем, где есть и огонь, и дым. А вот в это место можно тоже отрендрить. Посмотреть результат. Собственно, такой вот кусок огненного шара от взрыва остался. Так, на этом все. Вы уже с этими знаниями сможете делать свои самые первые примитивные эффекты. И использовать их в целом продакшене. Кто хочет в это все дело углубиться. Есть у нас полноценный тренинг 3ds Max VFX. Где мы изучаем эффекты на базе Max. Это для тех, кто не хочет переходить на Houdini. Кто хочет оставаться на базе Max. И есть отдельный курс по FumeFix урокам. Это все в описании. До скорой встречи. Всем пока.